Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 15 июня. Условия хранения и качества. Югосет-Потребнадзор проверяет торговые объекты на наличие просроченных товаров. Основы сестринского отдела. Выпускники Цхинвальского медицинского училища сдают госэкзамены. 20 июня – День памяти жертв геноцида остинского народа. В Национальном музее состоится открытие отдела геноцида 20-х годов. В Южной Осетии за сутки подтверждено два новых случая заболевания коронавирусом у прибывших из России курсантов, которые находились на карантине. Сообщила информационному агентству РЭС замглавы Югосет-Потребнадзора Анна Гоглоева. По ее словам, проведено 49 тестов. Из них два положительные. Всего за весь период было проведено около 2000 тестов. В инфекционной больнице Цхинвала, по данным на 15 июня, находятся 38 ранее заболевших. Всего под наблюдением находится около 250 человек. В медучреждениях республики – 136, еще 26 на домашней самоизоляции. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло за сутки до 3613 человек, сообщает 15 регион со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 32. За последние сутки скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус. Таким образом, число умерших в Северной Осетии возросло до 60 человек. Сегодня по поручению председателя правительства Эрика Пухаева сотрудники Югосет-Потребнадзора проверили торговые точки на наличие просроченного товара. Условия хранения в летний период также должны соответствовать нормам и требованиям. Тему продолжит Стейла Бятзрова. Сотрудники Югосет-Потребнадзора проводят проверки в торговых объектах с целью выявления просроченных товаров. Проверяются также условия хранения. В жару продовольственный товар портится в два раза быстрее. И во избежание развития различных инфекционных заболеваний контролировать срок годности в летний период особенно актуально. Согласно закону, Комитет по защите прав потребителей имеет право проверять торговые объекты только один раз в год. При этом предпринимателю сообщают о проверке за трое суток до ее начала. Однако сегодня сотрудники Комитета провели внеплановую проверку по поручению председателя правительства Эрика Пухаева. По распоряжению правительства на предмет реализации товаров с истекшими сроками годности. Но помимо этого мы проверяем и наличие ценников в основном, потому что специалисты Минэкономики, они мониторят цены в связи с поручением правительства тоже на предмет завышения наценки торговой. И вот когда они в магазины приходят, есть очень много жалоб от специалистов, что они не застают в магазинах ценники, и потому вот мониторинг они не могут должным образом проводить. В основном мы акцент сейчас делаем во внеплановых проверках на наличие ценников и на реализацию товаров с истекшими сроками годности. Сотрудники отдела по защите прав потребителей тщательно проверили продовольственные товары. Нам нет сон на срок, но тут условия хранения нарушены, но она уже не подлежит продаже. Выявлены некоторые нарушения. Например, скоропортящиеся продукты, которые, согласно закону, должны храниться в холодильных камерах или при определенной температуре с кондиционером, лежат на прилавках почти в 30-ти градусной жаре. Кроме этого, у некоторых товаров отсутствует сертификат качества. Выявлен товар без маркировки овощные консервы. Любой товар, который идет уже на прилавке в магазины, он должен сопровождаться маркировкой. Обязательно на маркировке должна быть информация о производителе, его юридический адрес, наименование товара, сроки хранения, условия хранения. И вот по этим товарам у нас будут даны предписания, чтобы они впредь вот такой товар не закупали, не выставляли на продажу. Таких существенных нарушений, я бы сказала, что не выявлено. По словам начальника отдела по защите прав потребителей, в случае покупки некачественных продуктов можно обратиться с заявлением в Комитет по защите прав потребителей. Пользуясь случаем, я бы хотела обратиться ко всем потребителям Южной Осетии. Если выявляются какие-то факты нарушения прав потребителей в магазинах, где бы то ни было, в сфере услуг, мы убедительно просим всех обращаться в наш Комитет. Наша работа заключается в том, чтобы с помощью потребителей мы выявляли вот эти нарушения, и чтобы нарушители несли достойное наказание по всем правилам. Во время проверки работниками отдела по защите прав потребителей не найдены просроченные товары. Такие проверки будут идти до конца недели. Сотрудники Юго-сельпотребнадзора в основном проверяют мясные и молочные продукты. На сегодняшний день не выявлено серьезных нарушений. Стелла Бязрова, Александр Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Все больше сел республики получают долгожданную воду. Это касается как питьевой, так и оросительной воды. Сотрудники ЖКХ Цхинвальского района проводят ремонтные работы оросительного канала. Ход строительства проверила наш корреспондент Роза Тедеева. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Цхинвальского района приступило к работам по проведению оросительной воды в село Ноккау. Несмотря на то, что основной канал проходит над селом, южная его часть оставалась без воды для орошения приусадебных участков на протяжении нескольких лет. Жители неоднократно обращались с просьбой провести для них отдельную линию. Из года в год из-за отсутствия воды обрабатываемые земли давали небогатый урожай. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства администрации Цхинвальского района приступило к работам по проведению оросительных участков на протяжении нескольких лет. После завершения всех работ сами жители проведут воду к своим участкам. Новый оросительный канал сможет обеспечить водой все обрабатываемые земли этой части села. По словам рабочих, им предстоит небольшой объем работ. Уже завтра канал будет готов, и жители смогут по нему пустить воду. Роза Тедеева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Весенняя пассивная кампания завершена. В этом году обработанных площадей больше, чем в прошлом. На закупку семян правительство выделило необходимые финансовые средства. По словам аграриев, несмотря на некоторые трудности, связанные с нехваткой техники, они ожидают хороший урожай. Репортаж Анжелы Кукоевой. Весенние сельскохозяйственные работы подошли к концу. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, пассивная кампания, несмотря на ограничительные карантинные меры, прошла в штатном режиме. Всего в республике засеяно около 1940 гектаров пассивных площадей, отведенных под яровые и зерновые культуры. Из них, значит, 970 гектаров Ленингорский район. Это у нас Цхымбальский 350 гектаров. И 620 у нас идет Знаурский район. Очень большие площади посели в Цинагар, Гдулет и Дзугата-Каурчосан. Вот обрез прошла хорошо вспашка зимой пшеницы и яровой пшеницы тоже. Также внесли гербициды, Ирмастер, Знаурский район и Ленингорский только внесли гербициды. В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что для повышения урожайности созданы все необходимые условия. По сравнению с предыдущим годом, в этом году пассивных площадей больше. Помимо яровых культур в Знаурском и Заусском районах засеяли картофель. Специалисты отмечают, что в этих районах наиболее благоприятные условия для его выращивания. В основном аграрии используют сорт Рокко, который хорошо зарекомендовал себя и обеспечивает стабильный урожай. По планам агрария, к сбору первого урожая картофеля приступят примерно в начале сентября. Картофель у нас в Джавском районе прошла посадка 6,5 гектаров и в Знаурском районе 3 гектара. Вся вспашка и работа производится силами самих арендаторов и с помощью ирогропромсервиса. Они сами с помощью дотации немного тоже помогают им правительство. А так с семенами у нас очень плохо. Во время уборочных работ возникает нехватка техники. Имеющаяся техника часто выходит из строя. Но несмотря на все трудности, в республике ожидается богатый урожай. Заключили в министерстве. Анжела Кокоева, Арсейн Гасси, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Горячая пора как в прямом, так и переносном смысле. Студенты Цхинвальского медучилища сдают госэкзамены. Подготовка специалистов сейстринского отдела проводится на базе основного общего образования. Несмотря на карантин, они показывают достойные результаты. Впереди еще три экзамена. Пройдя их, выпускники смогут работать в медучреждениях республики. Выпускники Цхинвальского медицинского училища имени Василия Карсанова приступили к сдаче госэкзаменов. 29 студентов сегодня сдают основы сейстринского дела. Несмотря на волнение, отвечали на вопросы экзаменаторов. И на муляжах показывали то, чему они научились за несколько лет обучения. Для получения долгожданного диплома студентам необходимо сдать еще три экзамена. По терапии, хирургии, педиатрии. Медицинское училище готовит специалистов сейстринского дела на базе основного общего образования 9 и 11 классов. Со слова экзаменатора, несмотря на карантин и на то, что после января учебы как такового не было, студенты показывают неплохие результаты. Есть такие, которые, несмотря на эти ограничения, сдают на отлично. В основном сдают на четверку. Ну и вот две тройки сегодня поставили пока. В этом году выпускников больше, чем в предыдущем году. Среди них три претендента на красный диплом. По окончанию учебы выпускники факультета сейстринского дела могут трудоустроиться в медицинские учреждения республики. Сегодня первый госэкзамен и мы немножко волнуемся, но надеемся, что все пройдет отлично. Я когда сюда поступала, я хотела стать косметологом, но что-то уже передумала. Я хочу стать медсестрой, чтобы помогать дальнейшим людям. Хочу поблагодарить всех учителей за то, что они очень хорошо к нам относились, очень хорошие учителя, они нас всегда поддерживали. Схимвальское медицинское училище откроет свои двери для абитуриентов, желающих поступить в данные образовательные учреждения на два отделения – сейстринское дело и акушерство. Абитуриентам предстоит сдать два экзамена. Первый экзамен по биологии, он будет устным, а вот русский язык абитуриенты будут сдавать в письменной форме. Прием документов с 20 июня по 20 июля. Мы объявили прием еще и на акушерский факультет, потому что очень многие в течение года спрашивали, будет у нас акушерское отделение или не будет. И вот мы решили, соответственно, вот с Министерством здравоохранения сами, потому что у нас новый роддом сделали. Там очень требуются новые специалисты, конечно. Хотя бы один курс должны набрать и обучить их, потому что у нас и в сельской местности тоже нужны акушерки нужны. И поэтому они будут востребованы. Кроме лекций от ведущих врачей и медицинских работников, студенты посещают практические занятия в РММЦ. Для успешной учебы студентам создаются все условия. При медучреждении имеется общежитие, где созданы комфортные условия проживания для студентов из разных районов республики. Медучилище имени Василия Корсанова впервые открыло свои двери в 1931 году. За эти годы из его стим вышли сотни медработников. Известные врачи Южной и Северной Осетии именно здесь начинали свой профессиональный путь. Стелла Бязерова, Фатима Чочиева, Арнульд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Ко дню жертв геноцида 20 июня в республике пройдет ряд мероприятий. К этой дате готовятся и в Национальном музее республики. Здесь состоится открытие отдела геноцида остинского народа 20-х годов. В фонде музея имеются уникальные исторические фотографии, документы, свидетельства начала прошлого века. Тему продолжит Эльвира Тибилова. В этом году исполняется 100 лет геноциду, совершенному грузинами в отношении остинского народа в 1920 году. К этой дате по всей республике приурочены масштабные мероприятия, которые продлятся до конца года. Ко дню памяти жертв геноцида, которых в республике будут вспоминать 20 июня, в Национальном музее готовят памятные мероприятия. Одно из них – открытие отдела геноцида 20-х годов. Геноциду 20-х годов в этом году исполняется 100 лет. К этой памятной дате мы готовим специальный отдел. Все материалы, которые у нас есть в фонде, мы представим в этом отделе. Многие жители республики приносят в музей фотографии и письменные материалы. Это трагическая дата в истории нашего народа, и потомки должны ее знать. На сегодняшний день подготовительные работы идут полным ходом. В фонде музея имеются уникальные исторические фотографии и документы, исторические свидетельства начала прошлого века и многое другое. Также руководство Национального музея объявило о приеме фотографий, письменных источников, воспоминаний тех годов среди жителей республики. Может, у кого-то имеются в записи воспоминания или ранние фотографии очевидцев, участников тех событий. К примеру, моя бабушка во время перехода вынужденного бегства из Южной Осетии в Северную часть через перевал потеряла одного из сыновей. Я обращаюсь ко всем, кто готов поделиться своей историей и пополнить фонд отдела. Отдел геноцида 20-х годов будет постоянным. Более того, музей планирует представить экспонаты отдела на выездных выставках, с тем, чтобы у большего числа жителей была возможность ознакомиться с ними. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова